МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Готовы наполовину. В Самаре строят первую пятизвездочную гостиницу. В самарских домах на следующей неделе отключат отопление. Жители жалуются на жару в квартирах. А катили холодным душем. В Самаре моют памятники. Отдыхать готовы. В городе началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Ловили осетрину второй степени свежести. На прилавках в самарских магазинах искали просроченные товары. Космос культуре не помеха. В Самарском университете намерены активно развивать и гуманитарные направления. В ближайшее время вуз должен скорректировать и расширить сферы деятельности. Такое решение принято на заседании попечительского совета. Сегодня вуз в числе лучших в стране. Задача войти в сотню ведущих университетов мира. О том, какое будущее ждет студентов, репортаж Алины Чемерес. Социология, филология, культурология. Самарский университет, где главным остается аэрокосмическое направление, будет развивать и гуманитарные науки. На заседании попечительского совета обсудили, какое будущее ждет вуз. В расписании студентов может появиться истории техники. Наработок на эту тему много. Также для изучения естественных наук планируют активно использовать ресурсы ботанического сада. В Самарском университете намерены развивать и передовые технологии. Как бы завязаться на такую совместную какую-то работу по созданию новых материалов, которые изначально созданы виртуально, их свойства спрогнозированы, а потом они получены реально. Вот если это бы удалось, то это было бы то прорывное направление, которое в области физики и химии, оно было бы очень важным. Сегодня Самарский университет входит в число тех, которым оказывает поддержку федеральное правительство. Задача – войти в сотню ведущих вузов мира. Название Самарского университета можно встретить в различных национальных и мировых рейтингах. В этом году позиции улучшились, отмечает руководство вуза. Сегодня университет сотрудничает с коллегами из других стран. Одна из причин – успех спутника АЭС-2Д, который в прошлом году побывал на космической орбите. Достижение, которое признано не только здесь, но и в мире, и вот в ООН это обсуждалось. Нам сказали так, но если вы в самом деле запустите, и ваш АЭС-2Д заработает, то отбоя от заказчиков не будет. И вот в этом году у нас появились первые ласточки, министр науки и технологий Шри-Ланки, приезжал к нам в университет, и мы заключили с ними договор с университетом Артура Кларка, который хочет тоже заняться работой в области аэрокосмической техники. Что такое топ-100 мира, да? Это сплошные рейтинги. Самоучастие в этих программах, в этой программе, оно заставляет вовсю бежать впереди паровоза. А иначе, если ты хоть чуть-чуть отстал, то ты ни денег не имеешь, того не имеешь, этого не имеешь. Мы сейчас пытаемся пойти на более важные вещи. И не только для нас, но и, может быть, для страны в целом. Дорожную карту по стратегии развития вуза необходимо утвердить в ближайшие месяцы. На особым счету технологии, которые уже сейчас служат на пользу людям. Создание беспилотников для зондирования земли, материалов для шумоизоляции и медицинских систем. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Первая в Самаре пятизвездочная гостиница готова наполовину. Отель под южнокорейским брендом «Лотто» с номерами разных классификаций и двухуровневым подземным паркингом будет принимать гостей чемпионата мира по футболу. В будущих комфортабельных номерах побывал Андрей Горгуленко. Первые номера пятизвездочной гостиницы «Лотто» будут готовы уже в июне. Две комнаты с полной внутренней отделкой покажут в качестве примера. Подрядчики говорят, комфортному отдыху постояльцев ничто не помешает. Особенность этих номеров состоит в том, что здесь по звукоизоляции достигается до 62 дБ. То есть практически в соседнем номере ничего слышно не будет, что происходит здесь. Гостиничные номера будут занимать 10 этажей, а на первых четырех этажах расположатся рестораны, конференц-залы, банки и торговые помещения. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. Главная сложность возникает из-за близкого расположения стройки к другим домам и улицам. Интересная, самая большая сложность – стесненность территории. В связи с этим, как говорится, много людей не развернутся на пятачке. И организация работы ставится на первое место. Генподрядчик в ближайшее время приступит к производству работ по инженерии и внутренней отделке помещений. Строят круглосуточно, но жителям соседних домов ночью не мешают. У нас, согласно ППР, приведено ряд шумозащитных мероприятий. Необходимые минимумы мы сделали. Работы ведутся круглосуточно, выходные и праздничные дни. То есть поток настроен так, чтобы работы не прекращались ни на минуту. На объекте работают до 220 человек. Подрядчики обещают, что свои двери для постояльцев первая в Самаре пятизвездочная гостиница откроет в декабре 2017 года. Андрей Григуленко, Максим Гусев. События. Самарцы сегодня удивлялись большому количеству полиции в метро. Пользователи социальных сетей активно обсуждали ту новость на просторах интернета. Высказывали самые разные версии происходящего. Цитата. Что опять случилось? Спускаюсь час назад на Алабинское, а там досматривают всех подряд. Выхожу на Московское, и там люди в форме патрулируют перрон с какими-то листиками в руках. В областном полицейском главке прокомментировали, что никакой чрезвычайной ситуации нет. Это были плановые учения совместно с ФСБ. Изъять нельзя оставить. Самарские общественники совместно с сотрудниками Россельхознадзора вышли в рейд по крупным торговым сетям. Под прицелом просрочены и фальсифицированные продукции. На что обращать внимание, закупаясь в супермаркете, знает Алина Чемерес. Первый магазин и сразу нарушение. Этот молочный продукт уже опасен для здоровья. Это зафиксируют в документах и отправят в суд, который потом решит, что делать с теми, кто оставил испорченную продукцию на прилавке. Представители Росконтроля и Россельхознадзора в рейды по магазинам выходят каждый день. Берут товарную экспертизу, проверяют документы. Мне выходили много документов на мясо, на рыбу. Из чего изготавливали на рыбу документы? И на рыбу документы у вас при помощи с теми. Все хорошо. Сейчас я сгущусь к нашему логисту. Сегодня на экспертизу отправятся масло, сметана, фарш, по словам сотрудников магазина, свежая и красная рыба. Под прицелом проверяющих все. Овощи, которые уже начинают гнить, молочная продукция, выпечка, которую готовят в самом магазине. Беляши с мясом. По словам продавцов, сегодняшнее мясо свежее. Но все-таки выпечка в зоне риска. Нередко, по словам экспертов, бывает так, что мясо для нее используют уже негодное в пищу. Поэтому эти аппетитные красавцы отправляются на проверку. В большинстве случаев мы выявляем как детскую продукцию просроченную. То есть такая-то молочная продукция, в том числе это и кондитерские изделия, всевозможные торты, в том числе и скоропортищая продукция. То есть это то, что в частности даже приготовляется в магазине, потом выкладывается в зал для реализации. Если продукция изготовлена вчера, сегодня она уже не может продаваться. Но, как мы видим из практики, просто перебиваются маркировки, в результате чего продукция также продолжает реализовываться. Кроме срока годности, эксперты следят за качеством продуктов. На прилавках не должно быть фальсификата. Соответствует ли состав тому, что написано на упаковке, тоже выяснят в лаборатории. Как правило, сегодня покупатели не жалеют денег на натуральные продукты. Вот масло стараюсь, конечно, натуральные. Сказать, поменьше будет кусочек, но все-таки натуральные. Вот я беру колбаску любительскую, мы ее уже постоянно покупаем. Нормальный продукт, хороший. Обман покупателей сегодня дорогое удовольствие. Он бьет и по карману производителя, и по репутации. После того, как результаты экспертизы будут готовы, их направят в Россельхоз и в Роспотребнадзор. Недобросовестные производители, как минимум, появятся в так называемых черных списках и попадут под постоянный контроль профильных ведомств. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. В Самарской области рассчитали среднюю заработную плату. Представителей каких профессий оказался самый высокий доход, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня прибавляет в цене и уверенно приближается к отметке в 52 доллара за баррель. Валюта дорожает. Курс на 27 апреля. Доллар 56 рублей 31 копейка. Евро 61 рубль 50 копеек. Золото стоит 2281 рубль. Серебро 32 рубля 3 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 65 копеек. Дороже всего продать за 55 рублей 90 копеек. Министерство финансов страны начинает продажу облигаций федерального займа. Объем выпуска составит 15 миллиардов. Одна облигация будет стоить тысячу рублей. В России подорожает жилье. Повышение цен на 15-20 процентов эксперты рынка недвижимости прогнозируют уже этим летом. А в Самарской области рассчитали среднюю зарплату. По данным статистики, сейчас она составляет 27 172 рубля. Самый большой доход около 58 тысяч рублей у работников, занятых в сфере воздушного и космического транспорта. На втором месте нефтянники. В среднем 48 тысяч. За ними учителя и медики. У них зарплаты наполовину меньше. На этом все. Удачи в делах. Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по статье убийства еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. Установлен подозреваемый, мужчина 1988 года рождения. Он дал показания о причастности к совершению преступления и показал место, где спрятал тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 20-летний Самарец стал фигурантом уголовного дела из-за шутки о бомбе. Вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что около памятника на площади Куйбышева находится пакет со взрывным устройством. Ничего подозрительного эксперта не нашли, зато установили номер телефона, с которого поступил звонок. Силовикам молодой человек рассказал, что вечером он в одиночку употреблял спиртные напитки. Опьянев, юноша позвонил в полицию. Теперь молодому человеку вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. В Самарской области будут судить женщину, которая держала приемного сына, на цепи. 44-летняя жительница деревни Колыбеловка жестоко обращалась с ребенком, находившимся у нее под опекой. Она пристегивала цепью 9-летнего мальчика на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться. Об этом полицейским сообщил сосед. После этого мальчика незамедлительно изъяли из семьи. Строительство стадиона Самара-Арена ускорит с помощью нового крана, грузоподъемностью 350 тонн. Новый кран, сборка которого закончится к концу недели, будет уже восьмым, который задействует в стройке. Он позволит рабочим осуществлять монтаж металлоконструкции межконсольного пространства. И закончится работа уже летом 2017 года. Пока же из 96 консолей установлены только 55. В праздничные дни изменится расписание речных трамвайчиков. 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая, 10 и 11 июня все рейсы будут выполняться по расписанию субботы. 1, 9 мая и 12 июня по расписанию воскресенье. В остальные дни трамвайчики будут ходить без изменений. Отопление в самарских домах начнут отключать на следующей неделе. Об этом стало известно на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Уже сейчас поступают звонки от жителей с жалобами на то, что в домах стало слишком жарко. Городские власти и теплоэнергетики будут ориентироваться на погоду. Батареи в квартирах самарцев начнут остывать, когда температура воздуха продержится выше плюс 8 градусов в течение пяти дней. И сейчас, когда иногда работники департамента и района, а тепло, отопительный сезон не завершен, отлетел дом, занимайтесь как в зимнем периоде. Городские дороги достойны качественного шампуня не меньше, чем шевелюры самарских красавиц. Сегодня впервые поливальные машины мыли улицы не просто водой, а специальным составом. Первый под эксперимент символично попала улица Самарская. А испробовать новинку на себе не побоялась Марианна Мирная. Марианна Мирная. Павлов, который разлагается в течение полусуток после нанесения. Мы его можем вообще не смывать. Изобретение самарских химиков в разы дешевле шампуня, которым моют Москву. Стоимость одного литра 95 рублей. В одну такую машину наливают всего 10 литров средства, остальное – вода. Концентрация позволяет получить высокую эффективность при низких затратах. В перспективе таким шампунем будут мыть 700 самарских дорог. Проезжая часть становится чистой. Все те масла и зимние накопления, которые остались на проезжей части, они этим шампунем будут смыты. И проезжая часть будет чище. Чудо-шампунь сертифицирован и разрешен для использования даже в поликлиниках и детских садах. Причем как снаружи, так и внутри помещений. Производители уверяют, он не вызывает аллергии и абсолютно безопасен. Тест-драйв – дело серьезное. И новый экспериментальный шампунь мы, конечно, решили испытать на себе. Он будет подаваться на проезжую часть вот из этой большой машины. Давайте попробуем налить его немного в руку. Друзья, ну он пахнет совершенно приятно, даже, я бы сказала, без запаха. И создает большую пену. Надеюсь, что и дороги самарские от него станут чище и свежее. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. В три этапа моют в Самаре памятники. С наступлением теплой погоды началась работа по приведению монументов в порядок. К 9 мая все скульптуры в городе будут очищены от прошлогодней пыли. За началом работ наблюдал наш корреспондент. Первое – сбить грязь и пыль водой под высоким давлением. Второе – применить специальный раствор. Третье – навести лоск. У фонтана на Степенко несколько памятников, посвященных Дню Победы. Вот эту композицию защитникам Самары в народе называют «Родина Мац». А вот эта звезда была установлена в честь всех погибших в Великую Отечественную войну горожан. Такие банные процедуры памятникам только на пользу. Это не шампунь. Это специальное средство «Фамир Футур-400», которое является нейтральным по отношению к поверхности памятников. Камень, гранит и так далее. На балансе города 46 памятников и скульптурных композиций. Все помоют в ближайший месяц. Особое внимание к монументам, посвященным Победе. К 9 мая их не только отмоют от зимней грязи, но и где надо покрасит, где надо подремонтируют. Памятники, стеллы, они находятся не только на открытых вот таких площадях, но и в парках. Они находятся возле общеобразовательных школ, у министерств, ведомств различных. И каждый, конечно, кто его содержит, на чем балансе он находится, конечно, проводит работу по тому, чтобы эти все сооружения выглядели достойно, так, как они должны выглядеть в преддверии Дня Победы. Чтобы эффект от помывки сохранялся дольше, после водных процедур стелла обрабатывает силиконовой протиркой. Делается это вручную, чтобы не упустить ни одного миллиметра. Дарья Булавина, Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События. Чтобы привлечь молодежь к уборке Самары, для нее придумали увлекательный квест. Команды школьников и студентов должны были по подсказкам найти определенную улицу и очистить ее от рекламы. Сколько мешков мусора собрали участники «Чисто квеста», узнала Лариса Шалафаст. Убирать город играючи для самарской молодежи оказалось намного интереснее. Каждая команда находила конверт с заданием и искала конкретное место для уборки. На этой улице в Самаре в 1947 году был установлен первый светофор. Дом находится по адресу БДЕ. Участники команды «Энерго» отыскали больше 10 мест и прошли порядка 7 километров. В итоге собрали 5 мешков рекламных листовок. До этого ничего подобного еще не проходило. Когда нам пришло предложение для участия в квесте, я сразу же поддержал эту инициативу и набрал волонтеров из колледжа. Необычный квест для школьников и студентов организовала районная администрация совместно с депутатами и управляющей компанией. По сути, это новый формат акции «Пожиратели рекламы», которая ежегодно проходила в Самаре несколько лет подряд. Территорию района разделили на 17 квадратов. В итоге участники квеста обошли практически каждый дом. Когда эти дети сами пройдут, очистят стены, помогут своему району, они, вложив свою вот эту частицу, своего уже труда, будут более рачительно и более бережно относиться к тому, что происходит в районе в целом. Мы пытались сделать, чтобы это было интересно и максимально эффективно для всех. Дети собирают, у них какой-то интерес, помогают наводить порядок, ну и поднимают свои знания. Уборка Самары продолжается. Очередной общегородской субботник пройдет 29 апреля. Он будет приурочен к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Всех горожан приглашают принять активное участие в субботнике и помочь сделать Самару еще чище. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Насыщенное лето предстоит самарским детям. Клубы по интересам, спортивные соревнования, праздники и оздоровительный отдых. В городе началась подготовка к летней кампании. 178 пришкольных и 10 круглосуточных лагерей примут более 100 тысяч школьников. Как идет работа, расскажет Марьяна Мирная. Пришкольные, загородные, палаточные. В лагерях Самары этим летом отдохнут больше 100 тысяч школьников. 178 лагерей с дневным пребыванием и 10 с круглосуточным. В год экологии на их базе планируется проведение профильных смен, а также посвященных Чемпионату мира по футболу ФИФА-2018. Особое внимание безопасности напомнил всем профильным департаментам глава Самары Олег Фурсов. Тема важная. Нам, кроме общего развития детей, нам очень важно обеспечить безопасность. Поэтому это вопрос первоочередной. Вот ко всем тем, кто владеет лагерями. Значит, это первоочередной вопрос. Здесь никакие меры не могут быть лишними. Поэтому все, что было в прошлом году, надо повторить, в том числе и раскрепление руководителей ГРБС за этими лагерями. Проехали, посмотрели, встретились с молодежью. Нужно быть в контакте с этим детишками обязательно. Проанализировать печальные случаи прошлогодние по субъектам РФ, Лилия Викторовна, все это в виде методички, так сказать, распространить, значит, лишним не будет. Не менее важен и вопрос обновления материально-технической базы лагерей. В этом году отремонтируют семь жилых корпусов и мест общего пользования в Волжском Артеке. А его вместимость увеличится на 40 мест. Воспитанием школьников будут заниматься подготовленные люди. Мы сегодня проводим специальную курсовую подготовку. Это школа вожатых. Мы проводим инструктивно-методические семинары для педагогов, которые будут организовать работу летнюю по месту жительства. 28 апреля пройдет заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. И все проблемные вопросы дополнительно еще раз смотрим. Кроме отдыха не забыли и о занятости детей. За счет средств бюджета города и субсидий из регионального бюджета во время летних каникул трудоустроят более 2,5 тысяч подростков. Кроме того, в июне-августе запланирована работа школьных бригад общественно-полезной деятельности. Всего к работе будут привлечены почти 30 тысяч учащихся. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Школьники разыграли кубок головы Самары по волейболу. Обладателями трофея стали сборные команды промышленного и красноглинского районов. С победителями интервью записал Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Костяк сборной команды Красноглинского района Самары по волейболу среди юношей начал формироваться 4 года назад на базе подросткового центра «Меридиан». Кубок главы города взяли со второй попытки. В прошлом году не удалось попасть даже в плей-офф. Неудача подстегнула команду к спортивным подвигам. Двухразовые тренировки каждый день, выходные, товарищеские матчи. Как результат, в новом сезоне красноглинцы в финале Кубка главы Самары играли с грозным соперником сборной Ленинского района и завоевали золотые медали. Счет в серии 2-0. Первая партия закончилась со счетом 32-30, вторая – 25-18. Ленинский район немножко психологически сломался, потому что мы с ними не первый раз встречаемся. В общем, чужая площадка, чужой зал, чужие зрители. Ну, скажем, мои более-менее оказались покрепче нервами, потому что я их буквально с 1 сентября по воскресеньям накатывал на чужих площадках. На паркете сборная команда промышленного района. Девушки представляют три школы – 45-ю, 48-ю и 124-ю. За Кубы главы Самары в финале сражаются с представительницами Кировского района. Показав комбинационную игру, промышленники не оставили соперницам ни единого шанса на победу. В финальной матче на самом деле оказался гораздо легче, чем мы думали. Ну, 2-0 по партиям, а так там плюс 4, плюс 4 в каждой партии, я считаю. Ну, две команды, которые достойны. Мы с ними на городе играли по образованию. Там 25-23, 25-23. Ну, в этот раз даже побольше отрыв. За Кубы главы Самары по волейболу сражались 22 школьные команды юношей и 21 команда девушек. Победители и призеры районных соревнований сформировали сборные. В итоге главные трофеи разыграли 9 команд в каждом дивизионе. Соревнования очень были интересные, насыщенные, эмоциональные. Мне лично больше понравились девушки, потому что до последнего было непонятно, кто выиграет. По мастерству, конечно, им еще надо готовиться, и все впереди. В волейболу в Самаре быть. Следующей весной пройдет традиционный Куба главы Самары. Осенью городское первенство среди школьных команд. Перспективные спортсмены в будущем смогут попробовать себя во взрослых командах любительской волейбольной лиги. А кому повезет, то и в профессионалах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»